всем привет пока мы не начали я как всегда попрошу вас обязательно подписаться на мой канал поставить лайк и колокольчик это очень важно так вы ничего не пропустите сегодня у меня количество подписчиков перевалило за 6000 я благодарен каждому из вас и прошу вас всех также подписаться на мой телеграм-канал ссылка будет в описании сегодня я хочу немножко затронуть тему геополитики я обычно стараюсь не комментировать такие вещи но просто сейчас такой информационный поток и такие новости и вообще такой случай что это может напрямую коснуться и нашей страны байден вчера резко довольно таки высказался и сделал это открыто это не какие-то инсайдеры передали эту информацию это сказал байден лично я знаю что многие люди думали что я возможно преувеличиваю но я знал и у нас были данные в подтверждение что путин перейдет границу не было никаких сомнений и зеленский не хотел этого слышать и многие люди тоже он признал что возможность полномасштабного вторжения россии многим могла казаться надуманной я понимаю что почему они не хотели этого слышать но я не понял почему многие них и почему он понимает что многие не хотели этого слышать например я не понимаю я вам скажу как я расцениваю это заявление байдена мне кажется это связано с многочисленными выходами в информационное поле чиновников с нашей стороны и зеленский и другие высокопоставленные люди из украины они выступали что давайте быстрее нам оружие давайте оружие едет медленно а нужно нам она немедленно и в неограниченных количествах там и так далее а байда наверное я так вижу этим хотел сказать что ребята я же вас предупреждал так почему вы раньше не готовились почему вы сейчас кипишуете и начинаете обвинять весь мир в том что вам не хватает оружия когда я вас там за несколько месяцев до начала вторжения путина об этом предупреждал вот лично я так это расцениваю следующая тревожная новость которая относится и к сша и к нам косвенно значит это то что министр обороны китая четко прямо сказал если тайвань объявит о своей независимости мы начнем не задумываясь войну против тайване и по сути захватим его аннексируем при этом мы все знаем что сша по моему пару недель назад выступила тоже с заявлением что если китай пойдет на тайвань то сша будет защищать тайвань вы только вдумайтесь и это все не пустые слова какая может начаться серьезная заваруха которая не дай бог может закончиться третьей мировой войной о чем я уже неоднократно говорил и самое страшное в этом давайте если мы моделируем так ситуацию и не дай бог китай идет на тайвань сша начинает ступаться за тайвань поверьте сша уже не сможет нам предоставлять много оружия потому что им самим она потребуется а там будет война очень серьезно почему потому что тайвань это небольшой остров и при отсутствии поддержки от других стран просто напросто за несколько дней потеряет свою независимость в прямом смысле этого слова и будет оккупирован китаем но и это еще не все внезапно на сцену вышел эрдоган и начал уже угрожать греции войной ну это просто какое-то конечно сумасшествие но давайте проведем некоторые параллели из этих всех историй что получается в итоге коммунисты тоталитаризм где полный китай про путина уже говорить нечего и эрдоган эрдоган у меня конечно вызывал какие-то хотя бы минимальные симпатии своим поведением и твердостью жесткостью хорошем смысле слова то что он не стал играть на поводу у россии и для украины сделал немало хорошего зеленский называл его неоднократно своим другом но к сожалению все правители у которых есть тоталитарные замашки они все склонны к вооруженной агрессии они все склонны мундить воду они абсолютно не думают о завтрашнем дне в каком плане я думаю таким людям глубоко все равно что будет после них вообще в принципе на планете мир точно не выдержит 3-4 крупных конфликта военных одновременно поэтому я представляю под каким напряжением сейчас находится байден и все высокопоставленные чиновники в сша пентагон в целом потому что это уже не шутки и каждый из нас должен этими темами интересоваться для того чтобы иметь полную картинку происходящего и исходя из этого строить какие-то прогнозы некоторые темы я умышленно сейчас не хочу поднимать потому что сейчас идет война сейчас очень тяжелое время но поверьте у меня есть масса информации и мне есть что сказать и сказать очень серьезные важные вещи вчера вы знаете я разбирал речь владимира зеленского но одно из последних его ежедневных обращений которая связана была с экономикой многим людям это видео понравилось и смотрите какая ситуация происходит значит буквально перед съемкой этого видео поступает информация что николай тищенко был замечен в праге на какой-то там вечеринке это именно тот николай тищенко который является кумом главы офиса президента ермака и это именно тот николай тищенко который по некоторой информации вы понимаете да почему это говорю уехал из киева еще за пару дней до начала военных действий фактически первый самый сложный период украинской истории в первой неделе войны ты не побоялся скажем так организовать гуманитарную составляющую на закарпатье а это очень важно поскольку это границы вот расскажи о первой неделе это была самая мне кажется сложная неделя для всех и для всей страны беру спасибо что ты заметил о том что мы делаем наш скромный труд но я в свою очередь хочу сказать что каждый украинский сегодня волонтер в первых дней войны мы сюда вместе с депутатской группой приехали и я увидел то что царит хаус мне не байдужи я занимаюсь всеми питаниями гостросучасными сегодня я до всех питаний маю якусь певно видошли че там про вы все разумно что и мы все это разумимо да мы все разумно ставим ось до подии потом он героически вернулся значит ходил тоже в тактической одежде а сейчас он уже в праге хотя зеленский строго-настрого всем это делать запретил он сказал что депутаты которые сейчас выезжают за границу должны обратно возвращаться только с какими-то достижениями ну там с новыми санкциями для россии и так далее и так далее я сейчас не хочу никого пофамильно обвинять я вам предоставляю информацию выводы делайте сами умные люди я думаю все понимают и очень не хотел бы чтобы пользуясь тем что сейчас идут военные действия и мы все должны работать на нашу страну мы не можем по мнению некоторых какие-то факты вот такие подобные обсуждать потому что это как бы уже будет некорректно в такое время я сразу вам хочу заявить что если себе что-то позволяет чиновник такое время значит такое же может себе позволить и любой гражданин украины и уж тем более об этом открыто высказать свое мнение потому что какая какая у нас осталась последняя ценность это свобода слова слава богу дальше я вам хочу сказать что сейчас наступает такое время когда у нас будет каждый день какая-то такая серьезная новость ну просто потому что мы входим в такую фазу войны и просто и потому что такое происходит в мире в ближайшие дни ну завтра я выхожу из бана на тик токи во вторник мы планово проведем стрим на тик токи четверг тоже я планирую обязательно и на ю тубе будут стримы я всех призываю обязательно подписаться поставить лайк и колокольчик чтобы ничего не пропустить пока и у в в